Итак, давайте рассмотрим основные функциональные возможности плагина Asterisk Connector. Плагин позволяет интегрировать систему IP-телефонии на базе Asterisk с системой GLPI. Плагин предназначен для обработки заявок, поступающих в службу поддержки по телефону, для оперативного получения необходимой информации в процессе обработки, внесения комментариев по звонку и в целом для быстрой обработки звонков. Сейчас я наглядно продемонстрирую, как плагин работает. Для оператора службы поддержки в плагине предусмотрена панель управления, в которой оператор видит все текущие звонки, которые были им обработаны. В случае, если звонок поступает на группу операторов, тогда оператор видит только те звонки, которые непосредственно обработал он сам. Запись о звонке содержит информацию о дате звонка, времени звонка, а также о пользователе, который позвонил в службу поддержки. Также запись звонка содержит в себе текущий статус. По умолчанию в системе предусмотрено 4 основных статуса звонка, которые сообщают о том, что идет звонок, идет разговор по данному звонку, звонок был пропущен или звонок был завершен. Сейчас я более наглядно продемонстрирую, как выглядит этот процесс. Буду использовать для этого софтфон. Когда пользователь звонит в службу поддержки, у оператора появляется запись вызова. Когда идет вызов, отображается соответствующий статус. После завершения разговора меняется статус завершения звонка, и звонок считается обработанным. Если звонок был по каким-то причинам завершен или по вине оператора, или по причине того, что пользователь сам сбросил звонок, тогда наш звонок помечается как пропущенный, и оператор может нажать кнопку вызова и непосредственно из панели инициировать звонок нашему пользователю. Еще во время разговора с пользователем оператор службы поддержки может нажать кнопку обработать звонок, внести комментарии текстов к данному разговору, увидеть перечень всех заявок, которые были уже ранее созданы пользователем. Если звонок связан как-то с существующими заявками, он имеет возможность привязать звонок к существующей заявке, или если это звонок по новому инциденту, например, тогда он может создать непосредственно из карточки новую заявку. При создании новой заявки автоматически заполняются некоторые поля. Это заказчик, наш абонент, который обратился в службу поддержки, это источник запроса, и автоматически привязывается звонок к заявке. Дальше оператор вносит необходимую дополнительную информацию, вносит описание и сохраняет заявку. После создания заявки наш звонок сохраняется во вкладке «Объекты», и можно позже перейти уже непосредственно к звонку и посмотреть, с какими заявками еще связан этот звонок, и посмотреть, какие комментарии были внесены. Таким образом, к одной заявке можно привязать несколько звонков, и по аналогии из одного звонка можно создать несколько заявок, то есть есть множественная связь. Для администратора системы предусмотрена на главной странице панель управления. На панели управления администратор видит перечень всех заявок по всем операторам. Администратор видит более расширенную информацию, он видит количество заявок, связанных с каждым звонком, видит абонентов, которые вели разговор, видит продолжительность вызова и непосредственно продолжительность звонка, а также статусы. То есть, таким образом, хотелось бы еще раз отметить, что плагин позволяет более оперативно обрабатывать обращения, которые поступают по телефону службы поддержки, получать необходимую информацию в процессе обработки и быстро обрабатывать, то есть оперативнее обрабатывать входящие запросы. Это вкратце о том, что может плагин. Если у вас возникли дополнительные вопросы непосредственно по плагину, по самому GLPI или по процессу внедрения, можете обращаться к нам. Контакты есть в описании к видео или на странице нашего сайта, ссылка на которую тоже есть в описании к видео. Продолжение следует...